Это мой канал. Я участвую в программе Романа Мелованова, блогера за 21 день. Сегодня день 19, и мы говорим о здоровье. Это такая обширная, глубочайшая тема. В общем, в принципе, мой канал об этом и будет, скорее всего, по большей части. Но сейчас не об этом. Так как говорить об этом можно долго и много, я просто расскажу о том, какие у меня были проблемы и что случилось, когда я пришла на сыроедение. В принципе, у меня было нормальное здоровье. Всю молодость, все детство. Просто какие-то были проблемы с желудком непонятные, и сколько меня не обследовали, и так до сих пор мне диагноз не поставили. Ничего не понятно. Потом, в 14 лет у меня начались проблемы с кожей, естественно, это прыщи. У нас столько сильные, что... И на лице, по всему лицу, и по спине, и... Руки... В общем, это была целая беда. Ничем я только не пыталась их вывести. И, конечно, в то время я не понимала, что это все очень-очень связано с питанием. В один прекрасный момент, я бы сказала, в 2011-2010, в общем, не важно, много лет назад я просматривала видео на ютубе. И, а, я записала в поиске, как избавиться от прыщей. Решила найти очередной метод. И нашла видео, девушка говорила о том, как она очистила кожу, тоже с очень запущенного случая, и оказалась методом сыроедения. И мне это очень заинтересовало. Все настолько звучало разумно, настолько разумно, что ни с чем было не поспорить. И я подумала, ну, как я могла вообще об этом сама не додуматься? Когда настолько все очевидно, очевидно и просто. И недолго, ни много, ни мало времени я изучала этот вопрос, пока я все-таки не начала пробовать это на практике. В месяцев восемь я просто изучала, просто изучала. Хотя я уже сразу загорелась, на самом деле, и мне хотелось прям вот сейчас уже все. Но я решила очень медленно, думаю, медленно, но верно. И через восемь месяцев после открытия о сыроедении вообще всей этой темы и стиле жизни, я была на сыроедении четыре месяца. И у меня, конечно, прыщи прошли, проблемы с жилком прошли, просто все было, даже я не вспоминала про него. И выглядела я лучше, чем когда-либо вообще. Хотя я никогда не была там полной или сильно больной. Но тем не менее, все равно разница была ощутимая. Я чувствовала себя превосходной и выглядела просто шикарно. Сама себя радовала своим отражением. И потом у меня просто не получилось. Конечно, у меня был срыв. И с тех пор, вот уже чуть ли не 10 лет, я в таком подвешенном состоянии, где у меня сыроедение преобладает. Я делаю чистки, я голодаю, практикую голодание. Но моя цель вернуться на стопроцентное сыроедение. И вот скоро у меня опять очередная попытка перейти на чистое сыроедение и остаться. И я собираюсь документировать то, что я ем, в принципе, каждый день. Я собираюсь сделать такой челлендж на целый год сыроедения 365 дней. Где в инстаграме я буду выкладывать, что я ела, свой рацион. В принципе, на каждый день, скорее всего. И любой желающий может присоединиться в любое время. И, конечно, не обязательно поделать год. Это по желаниям и по возможностям. Можно неделю. Иногда. Можно месяц. Кто как пожелает. В общем, если вы заинтересованы, то можете подписываться на мой канал. И... Да, я буду вещать, скорее всего, об этом немалом. Немалом. В общем, так. Здоровье у нас... Это самое-самое важное. Без здоровья... Никакой нормальной жизни полноценно быть не может, на самом деле. Я так считаю. В этом основа счастья. Как бы... Без здоровья полноценно счастливым ты не будешь. Это в моем мнении такое. Все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Пока-пока.